привет девочки привет дождем пока все подключатся если те кто у меня на тренинге сейчас кто в вебинаре участвовал по очищению привет привет девчонки я вам сегодня хотела дать небольшие поправки по поводу вебинара я так поняла что не все задания вы поняли правильно но я вам привет на или рад тебя видеть привет я тоже тебя рада видеть привет значит смотрите самое главное по очищению по ресурсу и по желаниям прежде чем приступить к техникам по желаниям нам необходимо совершить два важных действия первое это очищение очищение от страхов от эмоциональных блоков и от телесных спазмов и второе вхождение в состоянии ресурса потому что если загадывать желание в минусовом состоянии то ничего не получится та же самая там карта желания или что-то связанное именно с реализации она не сработает и не сработает не потому что вы неправильно провели какую-то практику да не сработает именно потому что нет ресурсного состояния нет наполненности так вот вот эти техники которые я вам дала на вебинаре самое главное так понимаю по тем вопросам которые вы мне задаете самое главное делать это в правильном состоянии потому что если вы это делаете в состоянии страха в состоянии какого-то эмоционального недостатка, да, в минусе, то у вас не получится результат, спасибо, дорогой, у вас не получится результат такой, который вы ожидаете. Результат будет наилучшим в случае, если вы делаете это в правильном состоянии, то есть состояние должно быть такое игривое состояние активации внутренней девочки. И для того, чтобы войти в это состояние, вам, во-первых, нужно снизить степень важности и степень ожидания, то есть вы же понимаете, что это всё игра, на самом деле ничего там сверхъестественного, серьёзного нет. То, что вы делаете, это всего лишь игра вашего мозга, уловки мозга. И если вы чего-то боитесь, вот Давид у меня всегда так говорит, ты бойся и делай, вы бойтесь и делайте. Например, у меня, вы, наверное, многие знаете, позавчера мне удалили зуб мудрости, и я вообще поняла, что больше всего в этой жизни я боюсь стоматологов, не просто я их боюсь. А у меня прям паническая атака наступает просто при вхождении в это мерзкое помещение, я прям захожу от этого запаха, от этих дурацких бахил, всё, я ухожу сразу в астрал. И в любом случае мне туда надо было прийти. Поэтому даже если есть состояние такого дикого страха, который перекрывает, да, нужно бояться, окей, но всё-таки делать. И для того, чтобы научиться вот это делать через своё боюсь, необходимо до этого правильно расслабиться. Расслабляемся мы, включая свой мозг на определённое состояние. То есть мы прям мозгу даём команду расслабиться. И расслабляем. Некоторые расслабляются снизу вверх, а я вам предлагаю расслабляться наоборот, из головы вниз, потому что всё у нас начинается с головы, да. Вы прям мысленно даёте приказ своему мозгу расслабить полностью каждую часть своего тела, расслабить голову, лоб, там, глаза, нос, челюсть, шею, плечи. И так спускаемся вниз, прям расслабиться. Ещё очень хорошо расслаблению помогает дыхание, активное дыхание. Если мы дышим животом, мы когда спим, мы тоже дышим животом. И можно войти в это состояние просто там сидя или когда мы находимся в каком-то статичном положении, то есть дышать животом, вдох в живот и выдох из живота. Да, это тоже помогает расслабиться. И вот в этом состоянии можно проводить какие-то техники. Потому что когда техники проводятся в состоянии напряжения, в сумбурном потоке мыслей ума, у нас не получается тех результатов, которые нам нужны, а смысл всех этих тренингов и вебинаров в результате. Потому что если просто делать, не получать результатов, тогда зачем, да. Та же самая техника, главная, по которой у вас были вопросы, многие боятся, как это, страх, страх испугаться, да. Ну, в общем, страх страха. И вот эта техника не получается не потому, что вы боитесь страха, а потому что вы в неправильном состоянии что-то делаете. Это состояние должно быть такое легкое, праздничное, воздушное состояние полной расслабленности, не напряженности, не мандража. И если мы хотим у кого-то, например, даже что-то попросить, то тут нужно понимать, что даже человек, если нам скажет, нет, мы от этого не умрем, ничего страшного не произойдет. Понятно, да? То есть очищение нашего мозга, наших мыслей, наших эмоциональных блоков от страхов проходит вначале на ментальном уровне, мы сами с собой договариваемся, что прежде чем что-то сделать, мы расслабляемся, эмоционально расслабляемся, даем сигнал мозгу. Это первое, что я хотела сказать. Еще для того, чтобы желание исполнилось, нужно войти в состояние ресурса. Ресурсная женщина – это энергетически наполненная женщина. Это женщина, которая может творить, любить и созидать. Но ресурсное состояние также вводится нашим мозгом. То есть не мозг нами управляет, а мы управляем своим мозгом. Если мозг, например, дает сигнал стоять, бояться, то мы можем дать ему сигнал расслабиться и веселиться. То есть это мы им управляем, не он нами. И когда через несколько раз уже мозг привыкает к тому, что он выполняет ваши команды, у него уже не возникнет такого импульса сделать, допустим, что-то, что вы не решили делать. То есть он не будет сразу бояться, он вначале подумает нам сейчас расслабляться или бояться. Вот этот страх побеждает в первую очередь состояние осознанности. Если осознанность включенная, если у вас постоянный режим самонаблюдения, помните, да, про технику стоп-30, используйте ее активно, она очень хорошо тренирует мозг вот именно на это состояние осознанности и самонаблюдения. Да, привет, привет, всем добро пожаловать. Если есть вопросы, задавайте, я открыта. Я сегодня в Останкино, в аудитории. У нас в 7 часов будет мастер-класс Рогова. Он ведущий, в общем, стилист. Вот, и я вышла к вам ненадолго до того момента, пока начнется мастер-класс. Так вот, вот это ресурсное состояние, это в первую очередь очищение от страхов, и второе – это расслабление. Если вот этих двух моментов нет, ресурсное состояние не наступит. Опять же, как я все время люблю об этом говорить, я буду постоянно об этом говорить, войти в контакт с собой, войти в лад со своими эмоциями, войти в контакт со своими чувствами, отслеживать свои мысли, чувства, эмоции обязательно, без этого никуда. Если мы злимся и внутри, и внешне улыбаемся, ничего не получится. Дальше. Также ресурсное состояние наступает, помимо расслабления, очищения от страхов, наступает в момент либо тотального отчаяния, либо это момент сильной-сильной ярости и злости. То есть вы на что-то разозлились, у вас не получилось, и вы из этой злости можете войти в ресурсное состояние. Либо у вас прям степень отчаяния такая, что вопрос жизни и смерти, то есть либо я это делаю, либо я умираю вот так. Это тоже ресурсное состояние. Да, оно немножко из минуса, но оно вас настраивает отстраивает, прокачивает на то, что у вас есть энергия на исполнение желаний. Вот эта часть понятна. Я хотела вам немножко дать поправку, потому что я так понимаю, что не очень доходчиво, да, не очень доходчиво сами техники поступают вам в мозг, потому что вы думаете, что вот из такого состояния, которое у вас есть сейчас, а сейчас, ну где-то присутствует страх, где-то напряжение, где-то сомнение, смятение. И на самом деле очень страшно подойти там к незнакомому человеку. Ну вообще страшно бояться, да, много чего страшно. Так вот, вот это состояние нужно прокачивать себе каждый день. Можете ставить будильник, можете прям на диктофон записывать вот эти все свои работы. Но делать это ежедневно, так же, как мы качаемся в тренажерном зале. Сегодня у нас девочка из марафона сказала, что я пробовала купить абонемент, оно само собой не худеется. Оказывается, надо что-то еще делать. Поэтому помимо того, что вы купили билет на тренинг, нужно, конечно же, еще работать и работать каждый день. Дальше. Свечу изобилия, которую мы заряжали на определенные сферы своей жизни, нужно зажигать каждый день по 5-10 минут, для того, чтобы подключаться к состоянию, которое мы дали этой свече. И после вхождения в ресурсное состояние можно приступать к техникам по исполнению желаний. Вот в таком случае это работает. Часто очень бывает, что девочки там что-то сделали, да, много вложили своих сил, своих знаний, своей энергии, а результата нет. Результата нет, потому что желания закладывались в неправильном состоянии. Так вот, уже завтра в пятницу я вам скину в Ютубе видео, где я запишу несколько техник по исполнению желаний. И уже к субботе, послезавтра у меня день рождения, мне исполняется 38 лет, я вот удалила зуб мудрости, помудрела, надеюсь, избавилась от лишнего, уже могу разговаривать. Не могла разговаривать, из-за этого не выходила в сторис, потому что, ну, прям тяжело было, и морально тяжело, на самом деле было не больно, вот честно, больше страхов. Вот, и по этим техникам мы можем работать весь следующий год, и в новогоднюю ночь обязательно, и весь следующий год. Смотрите, еще важно при исполнении желаний не навредить, то есть желать такие вещи, которые принесут благо не только вам, но и другим людям, чтобы другим людям, ну, то есть соблюдаем технику безопасности, да, чтобы другим людям не нанести вред, это очень важно. Если у нас есть желание относительно кого-то, то есть, может быть, кто-то рядом из близких болеет, может быть, у кого-то нарушено финансовое состояние, но при условии, что это ваш близкий родственник, да, кровный, там, может быть, сын, муж, брат, там, не знаю, жена, сестра, этим людям помогать можно, бабушка, там, дедушка, тетя, дядя, но если это, предположим, ваша подружка, и вы кармически не связаны, то вы не можете относительно нее загадывать желания, потому что у вас нет кровного родства. Вы можете загадывать желания относительно своего близкого, семейного, родного круга. И эти желания все равно должны быть адресованы к нам, то есть они должны быть направлены на нас, и мы загадываем их в таком формате. «Меня радует», и дальше продолжаем формулировку в утвердительной форме. То есть мы не говорим «Я хочу, чтобы Вася выздоровел», нет, мы говорим «Меня радует здоровье, благополучие, успех Василия во всех сферах жизни», тем самым показывая вселенной, что это желание адресовано лично нам. Понятно, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам вот эта часть, если эта часть эфира вам понятна, доступна. Если есть у вас вопросы относительно этого цикла, задавайте, я открыто и обязательно отвечу. Дальше. Желания мы формируем в утвердительной форме. Без всяких «Я хочу». Помните, как в анекдоте, да, девочка увидела падающую звезду, и с тех пор она все время хочет. Поэтому желание загадываем без «Я хочу», потому что мы так и будем все время хотеть. «Я хочу» — это значит «Я все время хочу». Желание в утвердительной форме. Я счастливая обладательница своей собственной квартиры в центре Москвы. И обязательно запечатываем в наилучшем варианте для меня и для всех, кого это касается. Дальше. Ну, предположим, то же самое можно с автомобилем, да? Или «Я притягиваю лучшую, высокооплачиваемую работу в мою жизнь с большими гонорарами, где я могу реализовать все свои способности, или где я реализую свои способности». Меня эта работа радует, кормит, вдохновляет, мотивирует, стимулирует, наполняет. То есть практически все желания мы загадываем, во-первых, относительно себя. Во-вторых, без слова «хочу». В-третьих, не употребляем частичку «не», потому что пространство не слышит «не». Наш мозг воспринимает информацию образами, а слово «не» не имеет образа. То есть, если я вам скажу, представьте, там, синее платье, вы представите, представьте, там, прозрачную воду, вы представите, представьте мороженое, да? А «не» вы представить не можете. Поэтому частичка «не» мозгом не воспринимается, пространство не слышит. И все говорят о том, что желание нужно загадывать в утвердительной форме. Так. Ну, то, что положительные желания, это я вам тоже сказала, да? Что без всяких «я хочу, чтобы Миша сдох». Не надо. Даже если Миша бывший, пусть живет. Сейчас скажу, да пусть живет и страдает. Так, и еще один момент. А, насчет благодарности. Девочки, если вопросы есть, задавайте. Если нет, я вам расскажу по тренингу, да, прям вот пройдемся. Смотрите, благодарность. Благодарность – это когда мы свое космическое пространство, когда свое биополе мы наполняем благом. Если вы себя приучите каждое утро благодарить себя, мир Всевышнего, кого хотите, за то, что ваша душа вернулась в ваше тело, за то, что вы открыли глаза, за то, что у вас есть крыша над головой, хлеб, за то, что у вас есть одежда, ну и так далее, да, особенно если близкие, любимые люди рядом живы и здоровы, то это благо будет постепенно входить в вашу жизнь и расширяться. Но, если вы будете благодарить просто так, то Боженька подумает, эта женщина даже не знает, за что благодарить, просто впустую благодарит. Я ей дам то, за что действительно можно благодарить. То есть Всевышний видит, что вы все время говорите «благодарю, благодарю, благодарю», и он думает, за что же она благодарит, там не за что благодарить, я ей покажу, за что благодарить. Но, если мы ноем и жалуемся, то он тоже смотрит и думает, «Угу, ты на это ноешь и жалуешься?» Ты думаешь, «Это плохо?» Я тебе покажу, что плохо. И, конечно, нам показывает, как это плохо. Поэтому меняем все свои жалобы, свое нытье, свое недовольство, меняем на благодарение. Это нам на пользу. Мы инвестируем в себя земные и материальные блага. Думаю, с этим тоже все понятно. Помните, что желания начинаются в начале с наполнения себя. Мы не можем загадывать желания, если мы в минусовом состоянии. Обязательно нужно находиться в наполненном ресурсном состоянии. Если в данный момент самооценка хромает, если вибрирует травма жертвы, если есть куча страхов и непрожитых эмоций, пожалуйста, зайдите в мой канал в ютубе в поиске «Наберите Наиля Берарова». Подпишитесь обязательно. Там более 130 моих прямых эфиров в открытом доступе. Там есть 5 эфиров, которые называются «Пикник эмоций». Там я разобрала все 5 негативных чувств. Вы можете пройти эти вебинары и понять, какое из чувств у вас доминирующее. То есть это может быть чувство вины или страхи. Зачастую они, ну, в большинстве случаев встречаются. Но гнев, стыды и обиды – это тоже негативные чувства. Самый лучший способ проживать все эти негативные чувства для того, чтобы освободить свою душу и слить негативную информацию – это писать потоковые письма. Хотите дневник – назовите это. Хотите просто утренние мысли. Но потоковые письма очищают ваше и внутреннее состояние, и внешнее. И вы свою душу освобождаете от вот этой тяжести эмоциональной. И тогда у вас появляется место для наполнения и заполнения новой позитивной энергии. Кто завел дневник благодарности? Пишите «Я». Сейчас поймем. Кто завел дневник благодарности? Пишите «Я». У кого есть дневник благодарности? Кстати, можно писать даже в заметках в телефоне или в диктофоне. Не важно, это не имеет значения. Главное – эти чувства признавать, принимать и проживать. Я. Я. Круто. Молодцы, девчонки. Молодцы. Молодцы. Круто, что вы работаете. Это действительно… Я вижу. Все, шикарно. Молодцы. Молодцы. И читать их не слишком строго, потому что все-таки у девочек по-другому настроена психика и логика, и мы совершенно иначе воспринимаем этот мир, поэтому… Ну, можно ее читать, но сильно не углубляться. Их можно читать, но сильно не углубляться. Там три книжки. Привет, привет, добро пожаловать. Привет. Привет, Валентина, привет. У нас сегодня очень интересная тема. Мы уже вещаем несколько минут, так что потом зайди, пересмотри. Каждую ночь благодарю Вселенную за прожитый день. Утром просыпаюсь, благодарю за новую жизнь. Круто. У нас, кстати, в еврейской молитве, в еврейской… в Таилиме есть такая молитва, Муда Ани Лифанеха. Она читается каждое утро, а на ночь мы читаем «Шма-Исраэль». Но можно просто своими словами по-русски просто говорить «благодарю, что вернула мне мою душу, что я открыла глаза, а вечером благослови мой сон». И все. Но если культивировать вот эту благодарность, то вы очень быстро начнете пожинать ее плоды. Благодарность, она реально благо дарит. Это проверено на мне в течение очень-очень многих лет. Я делаю это по сей день. Вот. Мы сегодня с девочками решили марафон закрыть, потому что там очень маленькая активность, и я тоже в понедельник не смогла провести эфир, потому что я была у стоматолога. Это было, кстати, очень смешно. Меня держал большой взрослый дядька ногой, держал мою ногу вот так, мне просто одной рукой голову держал, и второй рукой вытаскивал зуб. Все прошло за полторы минуты, и он мне такой, все, я говорю, вы врете. Он говорит, нет, все. Ну, то есть я даже вообще не врубилась, что там произошло. Было очень безболезненно и быстро, неожиданно. Но все хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. И все, и все. Все, мои зубочки в целости и сохранности. В общем, девочки, смотрите. Кстати, кто хочет присоединиться к тренингу нашему по исполнению желаний, у вас еще есть возможность, потому что тренинг у нас в чате Телеграм, а там весь чат сохраняется. У нас прошло, в принципе, только два модуля. Это модуль по очищению от страхов и модуль по вхождению в ресурсное состояние. Следующий модуль будет по исполнению желаний. Завтра я его дам. Завтра все отредактирую и пришлю вам в чат. А в субботу уже будем праздновать. Ну, мой день рождения будем праздновать. А в чате все по закрытым ссылочкам, все видео по закрытым ссылочкам. Чат сам тоже закрыт, поэтому информация останется с вами навсегда. С освобождением от зубиков и страха. Да, это точно. В субботу мы провели вебинар по страхам. Я в субботу сидела и не могла вспомнить, чего именно я боюсь. У меня прям думаю, блин, ну за что я боюсь? Ну за деньги? Ну как-то так, не очень такой страх. И я в субботу же вечером попала к стоматологу и поняла, что этот страх с детства просто, я его никак не могу прожить. Это вот как с камерой, когда в Останкино я пришла в первые дни, я прям тряслась перед камерой, у меня аж коленки дрожали, живот сводило, там какие-то спазмы прям телесные. Было очень тяжело, ладошки потели. Еще когда со стороны у нас Зеленский был, он со стороны там, капец, он нас троллил просто. И было очень тяжело. И вот по прошествии времени, уже больше полугода прошло, я могу сказать, что камера, мой лучший друг, совершенно нет никакого страха, просто из-за того, что каждый страх преодолевается. То есть боишься и делаешь, боишься и делаешь, боишься и делаешь. И вот эта формула мощно работает. Да. И вот в субботу я попала к стоматологу просто-просто. Я не знаю, как я бы туда попала на чистку. И думаю, буду оттягивать час день рождения, потом Новый год, потом день Святого Валентина, потом 23 февраля, потом 8 марта. Я туда никогда не пойду. И меня доктору болтало прийти в понедельник. Мы в понедельник сделали все. Я разговаривала вот так, не могла говорить, потому что все, весь рот был замерзший, но все, 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 все. Мне даже уже все зажило. Так что, вот так. Сегодня у нас проходил кастинг на канал, не помню какой канал, какой-то развлекательный канал. Нужна была такая, такой, знаете, формат женщины 40 плюс, суперняня. Такая мясистая, жирненькая. Ну, не знаю. Много девочек было. Ну, думаю, что тот, кому больше всего нужно, тот и получит. В общем, девочки, это все, что я вам хотела сказать. Если вы хотите присоединиться к нашему тренингу по исполнению желаний, он предновогодний, я вам дам прям техники, они уже будут завтра, в пятницу. Именно техники, которые вы сможете использовать на протяжении своего всего следующего года. Самая фишка, знаете, в чем, что вот эти вот тренинги вы можете использовать на протяжении всей своей жизни. То есть вам не нужно еще куда-то ходить, ходить на терапию к психологам или ходить на какие-то тренинги. У вас есть инструменты, которые вы можете пожизненно использовать, и они работают. Здесь просто вопрос времени. И если вы будете неустанно работать без лени, потому что лень у нас, лень, знаете, тоже прокрастинация, лень и страх. То есть либо это реально пауза, где тело хочет наполниться, либо это прям страх, который нас не пускает к новым действиям. Поэтому если лень... Привет, Валь, привет. Потом пересмотрим, мы уже долго тут вещаем. Если лень, она такая осознанная, это действительно отдых, да. Но если лень, когда вы прячетесь от каких-то внешних действий, то вы должны себе четко давать отчет в том, что это из страха, что это от страха. Это лень не... Это не лень. Это нежелание выходить из зоны комфорта. Нежелание сталкиваться с реальностью. Как-то так. А на вебинаре мы вот в субботу прошли на тренинге вебинар по страху. Вчера я дала модуль по наполнению себя ресурсами и завтра дам крутые техники по исполнению желаний. Все, поставим печать, все это запечатаем, закроем и пустим в новый наш 2020 год. 2020. Так что вот так. Я вас приглашаю на личные встречи со мной, на наш тренинг. Обнимаю вас. Если вопросов нет, девочки, то будем прощаться. Я пойду готовиться к нашему мастер-классу. У меня, кстати, был такой вопрос по страхам, да, что самые большие такие три страха, с которыми я столкнулась неожиданно, неожиданно. Страхи на вебинаре, сейчас вам скажу. Страх одиночества, страх старости и страх болезни. И если все их раскрутить, то за каждым страхом стоит страх смерти. Кому интересно, я вам могу дать книгу по проработке страха смерти. Напишите мне в личку, я вам дам автора и книжку. Может быть, вам это поможет, как когда-то помогло мне, потому что ну он пишет очень крутые вещи и он уже ушел из этого мира. Это тибетский монах, который уходил в астрал, получал там информацию и приходила ему девочка, редактор, записывала за ним, печатала книжки. Ну, это реально крутые книги. У него 17 томов, которые остались в моей прошлой жизни. Как-то так, девочки. Ну все, я вас обнимаю солнцем, глажу вас любовью. С вами была Наиля Берарова. Если есть вопросы, я всегда открыта. Желаю вам, чтобы все ваши желания исполнялись самым наилучшим образом. И если будут какие-то идеи на тему прямых эфиров, я всегда открыта. Все, целую вас, дорогие. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok